Вторая гонка этого лета стала массовой. На старт вышли 12 автомобилей. Три из них представляли Ленинский городской округ. На пьедестал удалось ворваться опытному гонщику из видного Константину Колобкову. Однако из-за технической ошибки он завоевал только бронзу. Давай, давай, давай. Вот это просто сумасшествие, друзья. Съезды на обочину, столкновения и даже перевороты автомобилей. Эпичных ситуаций в гонке было немало. Сложностей водителям добавила погода. Несмотря на работу поливальных машин, трасса была сухой. Во время заездов поднималась пыльная буря, ухудшая видимость на трассе. В аварию попал и видновчанин Дмитрий Черкасов. Золото, как и в предыдущей гонке, осталось за ярко-зеленым авто Андрея Березкина. Второе место завоевал Олег Осипов. Это серебро было неожиданным и для болельщиков, и для самого спортсмена. Мужчина, признается, несколько лет не участвовал в заездах. Просто не хватало времени. В гонках на выживание нет разделения по возрасту и полу. Наравне с крепкими мужчинами выжимает максимум из машины хрупкая Юлия Соколова из Домодедова. С 13 лет начал гонять на Аке Тимофей Смирнов. Сегодня парню 18. Он сменил боевого коня и уверенно конкурирует со старшими участниками. Сначала вообще был зрителем, а на шоу в интернете, чисто случайно. Сначала был долго зрителем. Потом один из гонщиков, но сейчас организатор, получается, подарил мне автомобиль. Ну и, так сказать, нравится вид автоспор. А потом сначала покатались, ничего не получалось, а потом лучше, лучше. Ну и сейчас стараемся достигать успеха. На трибунах несколько сотен зрителей. Многие приезжают с детьми. Например, Алексей Федоров сам когда-то участвовал в автокроссе. Теперь привел внука Кирилла посмотреть гонки на выживание. Надеется, что мальчик тоже вольется в движение автоспортсменов. Это такие гонки, которые добавляют адреналина. Вот я привел внука, чтобы он тоже поучился и посмотрел. Это, я не знаю, ну в душе добавляет. Вот хочется жить. Соревнования уже по традиции поддержали представители администрации муниципалитета и народные избранники. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова призналась, она на гонках впервые, но уже уверена, что придет снова. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа передать всем слова приветствия, всем победы и ждем уже с нетерпением. И я уже становлюсь болельщиком в следующих уже встречах и на гонках на выживание. Следующая встреча любителей автоспорта будет только в сентябре. А пока у гонщиков есть время привести в порядок свои автомобили после жестких столкновений, переворотов и езды на пределе возможностей. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.